Добрый вечер. Мы с вами по-прежнему в Пророке Ремияу, я думаю, что это надолго, надеюсь, по крайней мере. И напоминаю, что я все свои занятия, все слова посвящаю памяти и возвышению души Любовы от Михаэль, моей жены, которая ушла из жизни полтора года назад, с которой вместе я работал над книгами Пророков 20 лет. И сейчас продолжаю один, как бы всегда пишу, что это ее вдохновение, ее благословение, то, что мне позволяет куда-то продвинуться дальше. Мы с вами уже поняли, что, надеюсь, что Пророки – это не такое простое дело. Можно читать, можно восторгаться, можно размакивать руками, но не так просто понять, о чем говорит Пророк. И нужно представить себе то время, когда были произнесены его слова, те или иные пророчества, и попробовать соотнестись с нашим временем. Это то, что мы с вами попробуем сделать. Я напоминаю, что можно меня прерывать, можно возражать, можно спорить. Я буду только рад. Сейчас я делаю, вывожу текст. И мы с вами попадаем во вторую главу Пророка Иеремияву. И, может быть, мы немножко вернемся как урок повторения. Не весь урок повторения, а несколько минут повторения. Я напомню, что Иеремияву начинает пророчествовать за 40 лет до разрушения храма на 13-м году праведного царя Юшияву, который пытается вернуть к раскаянию. После 60 лет правления злодеев пытается вернуть весь Израиль к раскаянию. В том числе и жителей, которые остались в Северном царстве после того, как оно пало от руки Ашура. И первое правительство, которое получает Иеремияву, это то, что дело Юшияву самоотверженное, которому он посвящает всю жизнь. Но, скорее всего, не удастся, потому что раскаяние, оно только внешнее, оно похоже на миндалевое дерево, которое не дает плодов. И второе правительство, которое он видит, как мы с вами помним, это горшок, под которым горшок, как сказать, сир. Не дает шок, скажем, а, ну, помогайте мне, чан, под которым горит огонь, и этот огонь раздувается с севера, и мы представляем себе, что проблема, что это похоже на Иерушалаем, и он похож на такой закрытый сосуд, который варится, или в котором люди варятся сами в себе. Этот образ повторяется у пророка Ихискеэля несколько более жестко. И Ихискеэль говорит о том, что то, что в этом котле, мясо, которое в этом котле, оно разварится полностью, от него ничего не останется, никакого толка от этого горения не будет. И приближается, приближается и знание, тяжелые, тяжелые времена. И во второй, во вторая глава, как мы с вами говорим, начинается с того, что Всевышний говорит о любви к сыновьям Израиля. Он говорит, я помню, что они пошли за мной, как невеста, за женихом пошли в пустыню. И вот это помню, оно очень существенно, потому что если ничего не осталось от этой любви, то что же помнить, о чем же вспоминать эти все воспоминания, они принесут только лишнюю горесть и лишнюю боль. И поэтому я помню, осталась эта любовь, осталась, несмотря на то, что народ отошел от Всевышнего, и ему очень трудно вернуться ко Всевышнему. И, в общем-то, фактически об этом вся книга Иеремияву. И призыв вернуться, и разговор о том, насколько трудно вернуться ко Всевышнему после долгих лет правления злодеев. И вот, говорится, так сказал Бог, отдалились от меня. Но последовали за суетою и стали суетны, последовали за паром и стали похожи на пар, как мы с вами говорили. То, хочу только подчеркнуть, что отдалились – это в мыслях, это чувства и это дела. Это единственное, что можно представить, как можно отдалиться от Всевышнего. В мыслях мы можем представить себе первый псалом царя Давида, когда он говорит, что счастье в человеке, который не ходил по научению злодеев, и на дороге грешных не стоял, и не сидел с насмешниками в ряд. А у Тори Всевышнего он размышляет днем и ночью. То привязанность мысли ко Всевышнему днем и ночью через его Тору, через размышления, не только через повторение словами, через размышления. Это привязанность ко Всевышнему. Такой человек, он и поступает иначе, он и в своих делах привязан ко Всевышнему. Ну вот, если говорить о делах, то как можно быть привязанным ко Всевышнему? Опять же, Давид придает пример в своем псалме. «Шевите Гошем ли нигде? Я всегда представлял Всевышнего перед собой. Что бы я ни делал, я соотносил свои дела со Всевышним». Чувство, стремление почувствовать Всевышнего, да, это тоже присутствует. Пророк Ишаяху, как мы с вами помним, в 40-й главе говорит, «Поднимите глаза ваши к выси, смотрите, кто сотворил все эти». Попытайтесь представить себе Творца, который сотворил этот мир. Попытайтесь представить. Давид говорит в 84-м псалме, «Счастлив, живущий в доме твоем». Что значит, живущий в доме твоем? Да весь мир Давид представляет как дом Всевышнего, и он живет со Всевышним. Есть дворец Всевышнего, куда, как Давид говорит, я иногда прихожу проведать, как бы захожу туда. А весь то, что все за пределами храма, это все дом Всевышнего. Так что мы понимаем, что человек может быть привязан и мыслями, и делами, и чувствами. Он может быть привязан ко Всевышнему, отдалились от меня, утратили это ощущение, что Всевышний здесь, что с ним надо относить все свои дела, что надо стремиться почувствовать его и думать о нем. И не сказали, где Бог. Мы знаем, что божественное присутствие отходит, и, в общем-то, очищение, присутствие Всевышнего, оно становится менее острым, есть благословение, есть защита Всевышнего. Все это видно, что это все уходит, и никто не говорит, где Бог. А кто-нибудь в нашей истории говорил, где Бог? Были ли периоды, когда говорили, где Бог? Да, конечно, Яшуа, как мы с вами помним, когда под Адаем погиб один человек, под Адаем по начале войны за завоевание земли Израиля, он пришел к Ковчегу Всевышнего для того, чтобы спросить, что случилось, что произошло, почему ты оставил нас? Мы можем представить себе, что война – это огромное дело, что могут погибать люди. Нет, погиб один человек – это признак того, что Всевышний отдалился от народа, что-то произошло, и Яшуа приходит молиться к Ковчегу. В период судей Гедеон, он человек не очень грамотный, и он только недавно узнал от своего отца, что сыновья Израиля вышли из Египта, но он не принимает господство Медиян, которое установилось в земле Израиля, и он сердится, и как бы в гневе своем, протестуя, он прячется и обмолачивает всю пшеницу, то, что в период Медиян запрещено делать властью Медияны. Приходят ангелы, говорите, «Шерка Каха, верна твоя сила». То есть есть те, кто не смиряет, есть были люди, которые не смирялись с этим ощущением, что Всевышний Отц отдалился. Пророк, царь Хискиягу, уникальный царь великой праведности, правивший после царя своего отца Ахаза, злодея, в его время приходит Сан-Хирив под стены Рушалайма, он присылает Сан-Хирив, царь Ашура, присылает Равшаке, и тот стоит под стенами Рушалайма и ругает и поносит Всевышнего и говорит, что ни один народ не устоял перед Сан-Хиривом и говорит царю Хискиягу, на кого ты рассчитываешь, на кого ты надеешься, призывает жителей города не идти за царем, не надеется на Всевышнего. Потом Сан-Хирив присылает письма, когда речь Равшаке о невозмелом действии, Сан-Хирив присылает письма, полные поношения имени Всевышнего, и Хискиягу берет эти письма и идет в храм, и развертывает их как бы перед Всевышним и говорит, посмотри, посмотри, что делается, посмотри, что происходит, тебе твое имя, твое имя поносят и ничего, и ты молчишь, и ты хочешь отдать нас в руки царя Ашура, и Всевышний отвечает, отвечает ему через пророка Ишаягу, и происходит чудо, и это примеры того, что можно не смириться с тем, можно не смириться с тем, что Всевышний отдаляется. Причина, то, что мы сами отдалились от него, как нам сказал Иеремиягу, оставили, отдалились от меня в мыслях, в чувствах и в делах, но, скажем, есть результат, Всевышний отдаляется, вы отдалились, мы отдалились, Всевышний отдаляется, и можно с этим не смириться, можно с этим не принять, можно как бы перед его лицом протестовать против этого, И Каэны, Каэны в храме тоже, они не говорят, где Бог, первое, где Бог, это не все вместе не говорят, где Бог, а Каэны в храме не говорят, где Бог, Каэны должны были быть чувствительны к божественному присутствию, но они продолжают служить, исполняя формальный закон, и об этом сказал пророк Малахи, он, правда, пророчествует в начале второго периода второго храма, но ситуация, она похожа, и конец первого храма, когда пророчествует Иеремиягу, можно сомнить ситуации, когда пророчествует Малахи в начале первого храма, и вот Всевышний обращается ко всем сыновьям Израиля, говорит, возлюбил я вас, сказал Бог, а вы говорите, чем ты полюбил, чем ты полюбил нас, то есть понятия нивелированы, чем ты полюбил нас, зачем я полюбил вас, тем, что я с вами, тем, что вы чувствуете, что я с вами, тем, что есть ощущение божественного присутствия, а по крайней мере хочу, чтобы это было так, я хочу быть с вами, что такое любовь, это быть вместе, я хочу быть с вами, а вы спрашиваете, чем ты полюбил нас, Что ты нам подарил, что ты сделал для нас. И дальше конкретно о священниках, о кавенах. Сказал Бог Свобод вам, священники, унижающие имя моё. Всевышний обращается к священникам, как к унижающим имя моё. Они говорят, чем же мы унизили имя твоё? Подаёте на жертвенник мой хлеб осквернённый и подаёте. Они говорят, чем мы осквернили тебя? Тем, что говорите, стол Бога презрен Он. Они не говорят это, но они думают, что служение Всевышнему является формальностью, которую мы должны соблюдать. И, в общем-то, оно не приносит ничего, это служение в храме. Здесь можно спросить, как это соотносится с нашим временем. И я бы сказал так, что, слава Богу, в наше время есть настоящее движение за восстановление храма. Сегодня тысячи людей поднимаются на храмовую гору, не нарушая закон Тора, поднимаются туда, куда можно подняться, поднимаются, окунувшись в микву и снят хотя бы те виды ритуальной нечистоты, которые можно снять таким образом, окунувшись в микву. Но при всём этом не идёт поиск смысла, зачем нужен храм, что он принесёт с собой, не как богатство, не как какие-то подарки Всевышнего, а в духовном плане, что он принесёт храм. Вот есть формальный закон, как нужно служить в Йом-Кипуру. Мы изучаем его, и всё, и декларируется, что невозможно понять смысл этих заповедей. Да как же невозможно понять смысл этих заповедей? А зачем тогда это исполнять, если мы не понимаем смысл? Потому что ко Всевышнему нужно быть привязанным, как мы понимаем, и мысли, и чувства, и делом нужно быть привязанным ко Всевышнему. Иначе он скажет нам, то, что вы делаете, это хлебосквернённый, ваша жертва – это хлебосквернённый. Чем он сквернённый? Да тем, что он не приносит приближения ко Всевышнему, потому что мы не направлены к приближению ко Всевышнему. Кто из нас представляет себе последние главы пророка Ихискееля и конец описания третьего храма, который он даёт? Это там как источник воды выходит из святая святых храма, и он растекается по всей земле, и он превращает всю землю в святущий сад, включая и мёртвое море, в котором начинает водиться рыба. Мы представляем себе это. Мы хотим это. Мы направлены на это. Нет. Ответ нет. И поэтому, скажем, это упрёк Каенов, упрёк Каеном в том смысле, как к нам, стремящимся к служению в храме, стремящимся к тому, чтобы запновилось служение в храме, упрёк Каена. Они говорили, где Бог, он непосредственно относится к нам, недостаточно возвести стены, здания, недостаточно построить жертвенников, возобновить зертоприношение. Нужно искать связь с Богом, опять же, на уровне мысли, на уровне чувства и на уровне дел. И дальше говорится, да, вот я перевёл так, схватившие Тору, я перевёл, да, не знали меня, когда ты так переводишь, схватившие Тору. Ты действительно представляешь себе многих людей, которые оделись в одежды, которые якобы свидетельствуют об их знаниях. Ходят с умным видом и говорят, с нами Тора, мы всё знаем, слушайте, слушайте нас, да. Но Бога они не знают, в каком смысле, да, мы с вами говорили о том, что они не направлены на то, чтобы построить справедливое общество. У них нету этой мысли, да, если вы скажете им, они скажут, ну как же, мы строим справедливое общество, да, это справедливое общество. А обязанность защищать народ Израиля и служить в армии, это не является общей обязанностью. От неё кто-то освобождён, да, великий мудрец начала XX века, Раб Зейвин, когда к нему обратились с вопросом, следует ли учить Тору и освободить ли это от службы в армию, он сказал так, возьми свою Тору, иди в армию, и Тора защитит тебя и твоих товарищей, возьми Тору и иди в армию, да. И это относится ко многим вопросам и к вопросу проживания в земле Израиля, да, то, что происходит сегодня, на мой взгляд, это просто катастрофа сознания. Схватившие Тору, которые схватили Тору, они утверждают, многие из них, что сегодня можно и даже хорошо жить за пределами земли Израиля. Сколько я таких мнений слышал от людей, в общем-то, довольно умных, да. Один человек мне сказал, да, что, ну, почему ты говоришь всё время о земле Израиля? Представь себе, если мы потеряем землю Израиля, то мы сохраним народ, а если мы потеряем народ, то и земля Израиля не нужна, да. О чём ты говоришь? Это мудрейший человек, можно сказать, мудрец поколения. Что, о чём ты говоришь, да, это и называется не знать Бога. Какое твоё рассуждение? Тоже потом человек сказал, что, когда ему спросили, где жить, где жить, где можно жить человеку, можно ли ему жить в Германии, еврею жить в Германии, он ответил, что евреям можно жить в любом месте, где ему удобно изучать Тору, да. Откуда это? Откуда это, да? Это измышления, которые формировались, может быть, на протяжении многих веков, утверждались, да. Кем? Схватившими Тору. Они схватили Тору, и они говорят, что они всё знают. Это схватить Тору, оно относится не только, да, схватившие Тору не знали меня, оно относится не только к тому, что Тору не направлено на то, чтобы построить справедливое общество в земле, в земле Израиля, справедливое со всех точек зрения, со всех сторон. Схватившие Тору раздают, думают о тех местах служебных, которые они занимают, раздают эти места своим знакомым и так далее. Я не говорю секрет, это всё известно. Есть в движениях хасидизма, есть войны, которые ведутся между, в одном и том же хасидизме, между разными течениями, направлениями, которые возникают на основе дележа мест. Схватившие Тору, да, очнитесь, нужно знать Всевышнего, знать Всевышнего, да, в том плане, как мы говорили, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, на земле. И лишь это желание желанно мне, сказал Бог. Конечно, без увлечения Торы, конечно, без преликновения, как бы, в тайный смысл Торы трудно говорить и о том, что, как бы, на земле можно что-то сделать и исправить. Да, но направленность должна быть на то, что здесь происходит на земле. Да, мне слышится в этом, не знали меня и для нашего времени, да, что и сам по себе принцип изучения Торы продолжается в таком же плане, как он был в Галуте, да. Это основная направленность, это на пилпуль, это на рассуждения, на споры, которые есть в Геммарии. И это не беда, беда в том, что без понимания смысла этого, без понимания смысла этого спора, да, без понимания, без попытки понять, о чем говорят они, мудрецы, о чем смысл, почему один сказал так, а другой сказал так, что скрывается за этим, если выйти на этот пласт, это будет совершенно другое, другое сознание, другое понимание. Приводятся старые, как бы устоявшиеся дрожжет, комментарии, да, которые не соответствуют нашему, не соответствуют нашему времени. Сейчас как бы в этом формате нет возможности углубиться в этом, но у меня было несколько уроков относительно Торы, относительно Торы Нового времени. Интересен в этом плане морал, который постоянно стремится раскрыть смысл. У него есть книги, которые называются «Хидушей Агадот», новая в рассмотрении Агадот, которая есть в Талмуде, и он поднимает там духовный пласт Талмуда. Тем более того, у него есть замечания относительно Галахи, и он показывает, как нельзя выводить Галаху на основе формального подхода. Нужно, по крайней мере, во многих случаях проникать в смысл закона и исходить из смысла закона, а не из формальных правил, которые сравнивают, когда менее сравнивают, сталкиваются друг с другом, приводятся какие-то практические соображения. «Лучше так, а лучше так, а лучше так, а можно так», без проникновения в смысл закона. И вот для меня это целый образ, схватившие Тору. Схватили Тору и держат и говорят, мы знаем, мы знаем. А что мы знаем? Я знаю только одно, что Тора призывает жить в семье Израиля. Это величайший заповедь. Она раскрывается и через Шухана Рух. Тора призывает в земле Израиля невозможно учить Тору, не проникая в смысл, потому что попытка понять – это и есть сама по себе любовь формальная, любовь ко Всевышнему. Ты же хочешь понять его? Ты хочешь понять, что он сказал, какой смысл он вложил в свои слова? Если тебе безразлично то, что он говорит, и ты останавливаешься только на формальном уровне, то это не любовь. Это тоже хорошо, наверное, когда служение и степета, и страха – все это замечательно, но это не любовь, и это не годится для земли Израиля, и это не годится для нашего времени. И дальше мы говорим, что и пророки, и пророчества имени Бааля мы сказали, что это невозможно представить себе буквально, что во время Иеремияву вряд ли кто-то из пророков мог говорить от имени Бааля и не говорил. Мы потом увидим же пророков, которые говорят от Всевышнего, но как бы не пророчествуют так, что не говорят от имени Всевышнего то, что можно было бы подумать, что они поклоняются Баалю. И пастыри грешили против меня. Здесь, конечно, можно говорить о массе и массе примеров, когда, скажем, да, когда цари Израиля отходили от Всевышнего. И здесь, когда речь идет о пастырях, то здесь две проблемы, это опять же, это задача построить справедливое общество, которое невозможно построить без царя, и это внешняя политика, когда, вопреки словам пророков, указаниям, требованиям, просьбам пророков, обращаются за помощью к более сильным державам, более сильным государствам, и, конечно, из этого ничего не выходит, так как нет у нас настоящих союзников. Все наши союзники предадут нас в критический момент, как это уже было не один раз. Это то, что касается пастырей. Дальше мы говорили с вами, ибо два зла совершил народ мой, оставил меня источник живой водой, и высекли себе водоемы, водоемы трескающиеся, которые не удержат воды. И мы говорили о том, что источник живой воды – это то, что делается на земле, это поезд Всевышнего здесь, в человеческой жизни. Желание привязаться к нему, к этому источнику живой воды, а треснутые водоемы – это когда ждут дождя с неба, потому что молятся, потому что одевают тфелин, потому что приносят жертвы в храме, потому что исполняют все заповеди, которые связывают человека со Всевышним, и надеются, что на это будет отвес с небес. Так мы с вами рассмотрели этот образ, очень глубокий, его можно углублять бесконечно. И я приготовил для вас из 17 главы, как бы параллельный момент, когда пророк возвращается к тому же самому. На 17 главе он говорит, Бог – надежда Израиля. Надежда можно перейти как миква, равиакива в Мишне, в Перке, вот так и понимает. Микве Израэль – это миква Израиля, в которую как бы окунаются и очищаются. Здесь несколько другой образ. Если мы выше, если мы выше, пророк говорит как бы о водоеме треснутый, который никуда не годится, то здесь водоем не треснутый. Почему я так говорю? Потому что есть две воды, которые очищают. Одна из них – это источник, который течет, и в нем вода движется, она не должна стоять. Если это источник, она должна двигаться. И есть миква – это водосборник, которым как раз вода должна стоять. И если она движется, то она не годится для очищения с галактической точки зрения. Если ты видишь на поверхности хотя бы небольшое движение воды, то миква не годится. Но может быть и так, что ты потом обнаружил, что и трещину какую-то, из которой вода вытекает, такая миква тоже не годится. То есть этот водосборник, он должен быть цельным. Ни в коем случае из него вода не должна вытекать. И вот здесь говорится, что Бог – это миква Израиля. Это тоже пророческий образ. Мы представляем себе, что когда человек окунается в микву, в водосборник, который наполнен дождевой водой, и водосборник, из которого вода не вытекает, я сейчас не хочу вдаваться во все подробности, иначе этому не будет конца. Если мы начнем разбирать все подробности законов миквы, если что-то будет потом в качестве вопроса, пожалуйста, я готов попытаться ответить. Но образ здесь такой, что когда человек окунается в микву, ему следует представить себе, что он соединяется со всем творением. И именно со всем творением на земле он как бы растворяется. И это растворение в общем, частного в общем, оно и очищает. Для миквы очень важно сознание человека. Для очищения важно желание очиститься. И важно, чтобы он представлял, что он как бы растворяется в общем. Конечно, скажем, мы понимаем, что общий принцип – это частное, общее проявление общего через частное, и частное не должно как бы уничтожать себя. Но есть момент, когда необходимо частному как бы аннулировать себя хотя бы на мгновение. И вот человек такой, который опускается в микву, он как бы растворяется. А пророк здесь говорит, и Раби Акива нам подсказывает, вот человек как бы растворяется в Боге. Это его очищение. И здесь уже образ немножко другой. Это не те источники, которые вы… Это не те водосборники, которые вы приготовили своими руками. Они не удерживают воды, и поэтому они не могут очистить. Это водосборник Бог Микве Израиля. Здесь игра слов Микве. Израиль Микве – это надежда, и это одновременно и Миква Израиля – это, конечно, очень глубокий образ, и надежда. Естественно, и надежда – это то, что очищает, потому что отсутствие надежды – это само по себе есть нечистота, когда человек не может… Он находится в печали, находится в тупике, он не может воспринять божественный свет. И вот это параллели 17 главы Бог Микве Израиля. «Все оставляющие тебя будут посторонны, а те, которые отворачиваются от меня, будут записаны, обречены лечь в землю. Ибо оставили они Бога, источник воды живой». Здесь неожиданный переход от Миквы к другому, так сказать, способу очищения, к источнику, постоянно бьющему из земли, не наполненному дождевой водой, а постоянно бьющему из земли. И мы уже представляем себе как бы, да, два эти разные момента, источник, который бьет из земли. Это больше соотношение с заповедями, которые связывают человека и человека, а водосборник, который наполняется водой с небес, это больше соотношение с заповедями, которые связывают человека и Всевышнего. И то, и другое очищает, если человек готов, хочет, если так можно сказать, раствориться во Всевышнем хотя бы на мгновение. Дальше, скажем, да, или немножко выше, Ирмьяу разворачивает эту тему очень тяжело, очень остро. Что значит оставить, что значит Всевышнего, что значит отдалиться от источника воды живой. Он говорит так. Проклят тот человек, который полагается на человека и делает плоть опорой своей, и чье сердце удаляется от Бога. Пойди, знай, чье сердце удаляется от Бога. Кто это может знать? Это только сам человек может знать. Кто может человеку, скажем, упаси Бог, сделать трепанацию черепа и посмотреть то, о чем он думает? Очень много отдано в руку своего самого человека, и он сам должен контролировать себя, и он сам должен как бы направлять пути свои. И упаси Бог, если его не постигают неудачи, он должен подумать о том, в чем его духовное состояние неверно, неправильно. А здесь, что значит оставить источник водой живой, источник живой воды, оставить миг у Израиля, это полагаться на человека. Человек говорит тебе, пойдем, говорит, сделаем так. Пойдем, сделаем так. А ты его спрашиваешь, постой, подожди, а как это соответствует желанию Всевышнему? А как это соответствует закону Торы, хотя бы так, как мы его с тобой понимаем? А ты подумал об этом? Он говорит, нет. Говорит, сделаем, будем делать, как все. Будем делать, как все. И мы так же будем делать. И, естественно, что к этой теме возвращается и царь Давид. И не то, что он возвращается к этой теме, это и Ремьяу возвращается к тому, что говорит царь Давид. И мы помним, что царь Давид в первом псалме, который мы уже упоминали сегодня, он говорит так. Счастлив человек, который не ходил по совету злодеев, и на пути грешников не стоял, и в собрании насмешников не сидел. Он не собирается, он не слушает грешников, которые говорят, ну, при чем здесь заповеди? Ну, все делают так, ну, все воруют, ну, ты же не проживешь. Он не слушает их, не слушает злодеев, не слушает грешников, которые говорят, ну, послушай, если нельзя, но очень хочется, то это можно. И он не разговаривает с насмешниками, которые сидят и как бы что-то там рассуждают о Торе, о ценностях, которые есть в мире, и фактически смеются над ценностями Торы. Он не там, да? Только к Торе Бога в лечении его, и на Торе его размышляет он днем и ночью, да? И он не полагается на мнение людей и не идет за ними. И об этом говорят много и постоянно. И царь Шламо начинает свои притчи с такого же обращения к сыну своего, да? Не ходи со злодеями. Интересно, что царь Давид продолжает, и он дает такой же образ, да? Это человек, который со Всевышним в мыслях, в чувствах, в своих поступках, да? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свое дает во время свое, и челюсть не увянет, и во всем, что он сделает, он преуспеет дерево, которое у потока вод, источник воды живой, который Всевышний говорит, это я. Я – источник живой воды, да? И те, кто отрываются от меня, да? Они высыхают. Те, кто не ищут меня, те, кто не обращают внимания на то, что происходит в мире, те, кто не пытаются почувствовать меня, те, кто не соотносят свои дела с законом Тора и с желанием Всевышнего, они отрываются от живой воды. Дальше есть в Еремьягу образ да, образ виноградника. Всевышний обращается к сыновьям Израиля и говорит, я насадил тебя как благородную лозу, как самое верное семя, как же превратилась ты у меня в одичалую чужую лозу. Это упрек очень сильный, потому что мы понимаем, что здесь речь идет не о чем-то внешнем, а здесь речь идет об внутренней принципиальной испорченности. И к этому образу лозы возвращаются несколько пророков. Я заранее хочу сказать, так и в полушутку, в полусерьез не верите им. Часто пророки говорят о том, что могло бы быть, и что это не произошло, и это не произойдет. Знаете, как это? Ребенку говорят, вот ты полез на стол, ты же мог разбить чашку. Так и здесь. Если бы народ был похож на одичалую лозу действительно, то делать бы с этим было, делать бы было с этим нечего. И сам Ремьяу говорит об этом, Иешаяу говорит об этом, Иискель говорит об этом. Давайте посмотрим примеры. Иешаяу говорит так, Иешаяу говорит так в пятой главе. Спеть ли мне другу моему песнь любимого моего о винограднике его? Виноградник был у друга моего на плодородном холме. И выкопал его, и очистил его от камней, и засадил его отборной лозой, и надеялся вырастить виноград, а тот дал плоды негодные. Иешаяу в пятнадцатой главе говорит так. Сын человека, чем будет отличаться дерево лозы виноградной от всех деревьев? Тот саженец лозы, который был как вьюн на деревьях лесных. Он говорит о лесной виноградной лозе, сравнивая с народом Израиля, которая как вьюн, и которая ни на что не пригодна, и когда рубят дерево, она падает вместе с этим. Вместе с этим деревом. Так что не верьте им. Народ Израиля никогда не бывает испорчен до конца, и они сами об этом и говорят. Почему? Потому что, вот мы с вами прочитали двадцать первое предложение о виноградной лозе Еремьягу, А теперь мы читаем двадцать второе предложение. И здесь он говорит, вот ты как виноградная лоза, которая испортилась. И сразу же другой образ, совершенно в каком-то смысле противоположный. Поэтому даже если ты будешь смывать это пятно щелоком, и возьмешь много мыла, все же останется вина твоя пятном предо мною. Совсем другой образ. Есть одежда, которую ты запятнал, она еще и не вся, еще как бы испачкана, на ней есть пятна. И пятна эти очень трудно отмыть. Ты не сможешь их отмыть. Это пятно останется передо мною. Это другой образ. Одежда – это внешняя. Пятно – это не внутренняя испорченность. И вот здесь бы я больше поверил пророку о том, что он говорит о реальной действительности, а не о каком-то гипотетическом примере, чтобы как бы испугать сыновей Израиля заставить их содрогнуться. И мы можем отметить, что во времена Иеремьягу разговор идет о том, что изжить тот грех, те понятия испорченные, которые вошли в народ за 60 лет правления царей и злодеев, после которых правит царь Юшиягу, очень-очень трудно. И даже, вы представляете, какой образ? Ты хочешь исправиться, ты понимаешь, что что-то не в порядке. Берешь и стираешь, и не можешь это стирать. Потому что чужие понятия, чужие представления о единстве Бога, о соотношении, как бы об управлении Богом миром, о соотношении человека с Богом, все это вошло в жизнь, и даже при желании восстановить истинные понятия это сделать очень трудно. Мы привыкли говорить о том, что определяют дела человека, как Рамбам, позиция Рамбама, делай хорошо, и это повлияет на душу, это замечательно, и, может быть, это главное, но есть и обратная связь, то, что человек понимает, то, что он представляет, о Боге, о жизни. Безусловно, это влияет на его дела. Можно привести такой пример, возьмем, вспомним, того же царя Хискияу, который правит, как мы с вами говорили, против 16 лет правления своего царя, своего отца, царя Ахаза, который закрыл храм, который насадил удовопоклонство во всей стране. Хискиягу, как говорится в трактате Псахи, им делает неожиданную вещь. Он берет медного змея, который хранился в святая святых, медного змея, который сделал Маше, и когда людей кусали змея, они смотрели на этого змея, поднимали глаза их змеи к небесам и выздоравливали. Он взял этого медного змея, «Свидетельство чуда», которое стояло 500 лет, ну да, не 500, 800 лет, стояло в храме, и он берет, сейчас у меня просто как бы с цифрами немножечко запуталось, сейчас нужно восстановиться, через 22-е годы. Ну да, где-то 500 лет этот змей стоял в храме, и он его раздробил, и спрашивает, зачем? И назвал его Нехуштан, какое-то маленькое, незначительное, из меди. Зачем он это сделал? Кому он мешал? Свидетельство чудом. Потому что люди перестали представлять себе, что есть единое начало, из которого исходит все, и то, что человек воспринимает как добро, и то, что он воспринимает как зло, все исходит из одного единого начала. И они стали говорить так, вот святая святых, есть Арон Абрит, есть Ковчег Союза, и он олицетворяет то добро, благословение которого распространяется в мир, но есть там еще такая маленькая штука, медный змей, и он олицетворяет то зло, которое распространяется в мир. И, в общем-то, единое начало, оно не единое начало, оно делится на добро и на зло, и нужно молиться доброму началу, чтобы оно давало благословение, и зло в начало нужно молиться, чтобы оно не распространяло на нас проклятие. Это вошло в сознание людей. И после того, как Хиски Ягу пришел к власти, они продолжали воскурять честь этого медного змея, и он решил раздробить его. Поэтому даже когда человек хочет отмыться, отстираться, отстирать свои одежды, это не всегда у него получается. Чужие и чуждые представления, навязанные чужой культурой и чужими представлениями, остаются в его мозгах. Интересно сопоставить это высказывание Иеремиягу с высказыванием пророка Ишаягу в первой главе. Всевышний говорит, обращаясь к сыновьям Израиля так, приходите и поспорим. То есть вы говорите, что вы правы. Давайте поспорим. Здесь у Иеремиягу этого уже нет. И как бы не с кем спорить, несколько другое состояние, несколько другое состояние народа. Здесь, говорится, мы вернемся к этому. И приходите и поспорим, говорит Бог. Если будут грехи ваши, как кармин, что значит ваши грехи будут, как кармин? Если вы признаете, если вы увидите, вы будете спорить со мной, то что? А что здесь? Все чисто, здесь все светло. Если вы увидите в результате разговора со мной, в результате разговора с пророками, с настоящими мудрецами, если вы увидите, что да, вы провинились и сильно провинились, если вы увидите, станут белыми, как снег. Я отмою все, как снег. Если будут красные, как багрянец, может быть, это более сильные, станут, как белая шерсть. Я их отмою. Это на сто лет раньше Ириньягу. И здесь другой разговор. Здесь вы можете понять свой грех. Вы можете оценить. Я вас призываю. Давайте, приходите спорить. Доказывайте мне, что вы правы. Я вам докажу, что вы не правы. Есть диалог. Здесь нет диалога. Отстирать невозможно. Останавливается вина твоя пятном предо мною, сказал Бог всесильный. Понятия, которые вошли в вас, представления чужие, их поклонников, их невозможно все это снять. Позже Ириньягу скажет, что грех иуды похож на то, как будто нацарапали железным скребком, скребком, пером, может быть, железным пером, нацарапали на камни. На камни, да. Нацарапали на камни. То есть, такой момент избавиться от греха гораздо труднее. Здесь я остановлюсь. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я буду рад. Я закрываю share. Вот я вижу вас всех. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, буду рад. Можно возражать, можно добавлять. Пожалуйста, все возможно. Равзеев, позвольте вопрос. Пожалуйста. Вы сказали, что миква, вода, в которой движется, я так понял, она не годится. Означает ли это, чтобы окунуться в реку, скажем, или в море, в качестве окунания в микву, не годится? Мы пошли с вами в галактические вопросы. Море вообще-то считается как миквэ. Миквэ майем называется море собрания. Но, как правило, этого не делают с галактической точки зрения. То есть, море не считается пригодным для очищения. Но, может быть, в каких-то крайних случаях, скажем, можно было бы пойти на это. Я здесь не решаю. В принципе, море не годится с рекой. Здесь дело такое. С рекой всегда возникает вопрос, что больше, в чем больше у реки? Больше не у нее дождевых вод или больше у нее вод источника? Если это не горная река, то, как правило, говорят, что большинство вод это водоисточника, и можно пойти на то, чтобы окунуться в реку. То есть, река, это движущаяся водоисточника, тоже стараются как бы это не делать, но часто бывают такие ситуации, особенно там, скажем, в Галуте бывали ситуации, когда кроме реки не было ничего другого, и это считалось вполне допустимым, в отличие от моря, которое, ну, совсем крайний случай. Вот это то, что можно сказать. Ясно. Спасибо. Вода рада. Большое вам спасибо за актуальный урок. Добрый вечер. Еще раз. Как всегда, всегда, все вовремя приходит, и это действительно благодарю вас. Урок в преддверии месяца люль, да, и в преддверии Роша Шана, вот, очень побуждают правильные вопросы, швы, да, и многих-многих аспектов. Правильно ли я понимаю, Равзеев, что именно прилипление ко Всевышнему, и вот это то, что может нас избавить от, упаси Бог, каких-то ложных идей, которые могут закрепиться в нашем сознании, у каждого была какая-то жизнь до прихода, да, к иудаизму и соблюдению заповедей. Поэтому, действительно, это все процесс, который занимается определенное количество времени, и только вот прилепление полное ко Всевышнему, насколько возможно, это может нам помочь отбросить все ложные идеи. Правильно я понимаю? Замечательный вопрос, посылка, да, вот, и прежде всего я могу только повторить, что попытка понять Всевышнего, даже если это невозможно, попытка только понять Всевышнего, это положительный момент, да, как мы с вами рассматриваем несколько раз с строчки «Изор», как он видит эту фразу, и «Изор» видит эту фразу, и «Шаягумибара» или «Кто сотворил это?» Человек должен задавать вопрос «Кто?» И тогда ему придет какой-то ответ, ну, скажем, не на вербальном уровне, но он придет, да, и это обязательно, как бы, обязательное состояние человека, размышления о том, кто Бог. Есть основные посылки, да, вот, но попытка понять Всевышнего, она совершенно необходима, понять, я бы сказал, почувствовать, да, вот, божественное присутствие, как бы, в своей жизни, соотносить с ним дела, это момент необходимый. Теперь о влиянии, о влиянии чужих культур, да, не нужно оборщаться в том плане, да, что человек, который сегодня вырос в еврейской традиции, что у него нету заблуждений, у него нету неверных представлений, у него нету влияния, нету влияния чужой культуры, безусловно, безусловно, оно есть и присутствует. В качестве примера можно привести, скажем, это долгий, скажем, долгий вопрос, влияние, скажем, христианских представлений, христианских ценностей на еврейский мир и на те представления, которые у нас есть сегодня, они очень велики. Это не значит, что мы совсем испортились, никуда не годимся, не дай Бог, да, но это влияние есть, поэтому, если вы говорите, вот, мы выросли в чужой культуре и на нас есть влияние, да, это не значит, что люди, которые выросли в еврейской культуре, воспитывают традиционных семьях, что они не подвержены также влиянию чужих представлений, да, один из моментов это понятие представления о Машиахе, да, как представление о том, что появится какой-то человек, который решит все проблемы, да, это представление совершенно неправильно, глубоко вошедшее как бы во многие еврейские круги, у нас нет ничего подобного, да, для нас Машиев это руководитель народа, это царь, который решает национальные проблемы, опираясь на весь народ, это не какая-то личность сверхъестественная, которая влияет там, скажем, да, на всех там, вот, это царь, это руководитель народа, да, здесь тоже можно говорить, да, об этом, есть представление о том, что как бы нужно сидеть тихо, нужно быть тише воды и ниже травы, как говорят по-русски заниматься торой и ни с кем не конфликтовать, да, вот, поэтому это тоже не еврейский подход, да, есть представление о том, что восстание 68-го, 70-го года и восстание Баркова было совершенно излишним, да, это не еврейское представление, оно как бы основывается на незнании, тотальном незнании истории и условий, вот, и представление о том, что есть понятие борьбы, есть понятие самопожертвования, есть понятие есть понятие есть понятие осквернении имени Всевышнего, ради которого идут на на самопожертвование, да, сознание евреев в период, скажем, и первого храма, и второго храма, оно отличалось от того сознания, которое есть у нас, да, представим себе такой эпизод за 30 лет для разрушения второго храма, примерно где-то и в 30 лет разрушения второго храма, император Калибула хочет поставить свою статую в храм, да, выходят к Яфа, да, куда привезли эту статую женщины и дети, да, мужчины стоят в стороне для того, чтобы показать, что они не будут оказывать никакого сопротивления, да, ложатся на дорогу и говорят, да, убейте нас всех, мы не дадим, мы не можем жить, мы не будем сопротивляться, мы не можем жить в статую, которая стоит в храме, да, это сознание людей, периода храма, это их реакция, да, вот, сегодня, сегодня, скажем, да, период Гуш-Катифа, да, когда, когда разрушили поселения на святой земле, места проживания религиозных людей, синагоги, да, подавляющее большинство сказало, ну и что, ну подумаешь, подумаешь, да, вот, сегодня, как мы видим, да, как тот, кто не полагается на Бога, тот, кто полагается на человека оттуда, из этих поселений, из этих мест, из газа летят ракеты, да, наши враги усилились, они усилились внутри страны, они усилились и на севере, они угрожают нам, почему, потому что не было такого простого чувства любви к своей земле и любви к своему народу. Иосиф Флавий, которому не всегда можно полагаться, он говорит так, есть известный эпизод, когда римский солдат сжег Тору, сжег Тору, Иосиф Флавий говорит, и было это для евреев так, как будто сожгли и в землю, сожгли Тору, как будто сожгли землю. Земля в каком-то смысле важнее, чем Тора. И, скажем, это только крупицы того, что не нужно думать, что человек, который сегодня вырос в еврейской традиции, что у него все в порядке в голове, есть система ценностей, которую нужно восстановить. На первом месте стоит освящение имени Всевышнего, стоит земля Израиля, народ. И об этом можно говорить долго. Кто из нас поступил сегодня как один человек в начале века, 20 века в Галилее, когда нужно было купить землю у арабов, огромный, сильный кусок земли в Галилее, а араб пригласил специально покупателя, еврея, который хотел купить землю, заставить с ним договор, пригласил в Йом-Кипур. Специально это сделал, потому что думал, что он не будет есть, не будет пить, но без этого нет договора. Еврей в Йом-Кипур и ел, и пил, и они подписали договор. Кто из нас способен сегодня сделать такое? У кого в голове есть истинные, как бы, или правильные приоритеты ценностей. Так что не нужно себя бить в грудь кулаком и думать, что у меня все в голове неправильно, нужно просто стараться привязаться к Торе, к ее истинным понятиям, смотреть комментарии, которые отражают наше время, и не то, что вот как сегодня, а наше время возвращения, возвращения, возвращения щены, да, и это то, что требуется, то, что требуется от нас, то, что я бы хотел сказать. Вот, может быть, мои слова немножко резкие иногда, может быть, неожиданные, вот, но, я вас уверяю, я не один в своих мнениях, да, вот, не одинок в своих мнениях, да, как бы, мне есть на кого опереться и на сегодня, сегодня живущих людей, вот, просто не все берутся говорить так открыто, а я мне, как бы, да, кроме своих цепей мне нечего терять. Водорав, большое вам спасибо за то, что вы делитесь этими важными знаниями и помогаете, в том числе мне лично, лучше понять, что происходит и благодарю вас. Приезжайте, на месте разберемся. С Божьей помощью. Чтобы так и было. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ладно. Мы тогда с вашего разрешения закроем форум. Большое спасибо, что вы все приняли участие. Для меня это очень-очень важно. И я со своей стороны надеюсь сделать, чтобы вам было интересно и полезно. Всего самого доброго. Очень. Окей. Всем спасибо. Йосеф.